Всем привет! Это Англия. А часть Англии сейчас переместилась сюда, в шумный Стамбул, где Ливерпуль и Челси разыграют Суперкубок Европы. И пока я здесь снимаю для вас новый видос, мой друг и коллега Денис Качанов станет автором видеоподкаста «Разговор» о первом туре чемпионата Англии. Они с собеседниками уже в уютном Джон Доне, и я им даже немножко завидую, и говорить они будут о следующих вещах. Конечно, речь пойдет о резвом старте Манчестер-Сити, о том, в чем Юнайтед превзошел Челси, о том, как Ливерпулю обходиться без основного уратаря, и кто же чемпион в трансферной гонке. Все это, ребята, обсудят, и переносимся прямо сейчас из Стамбула в Джон Дон. Сходил тут на выходных на Тарандина Нового, и в тот же день посмотрел Сити с Весту. И вот каким вопросом задался. А каково быть классиком не то, что при жизни, а даже при активной деятельности, в которой тебя признают как классика? Это же очень напряженно, нет? То есть ты не можешь, условно говоря, где-то дать маху. Это же Лукомскому вопрос? Это не вопрос. Классик, в пределе, да? Каково это быть классиком? Ну, я не знаю, но я не люблю фильмы Тарантина. Но мы же все знаем, что все, если есть какие-то вопросы по тактике, по каким-то тонкостям, это сразу к тебе. Ты классик на русском языке. Спасибо, спасибо, мне приятно. Теперь можно про Гвардиолу немножко. А мы про Гвардиолу говорим или про Тарантино? Про Тарантино и Гвардиолу, по мне, в данном случае это все смешалось в одну мысль, вот в эту самую, которую я озвучил. То есть человек, который, ну, очевидно его признают, даже если ты не любишь Тарантино или ты не любишь футбол Гвардиолы, но ты понимаешь, что этот человек, он уже, условно говоря, конкурирует. Он нашел свою нишу, он великий. Да, он великий и он уже конкурирует. Ну, давай про Гвардиолу, да? Он конкурирует не с тренерами вот здесь сейчас, хотя и с ними тоже, а уже на фоне какой-то вечности. Не, я даже думаю, что он больше конкурирует с самим собой предыдущих лет, да? Мы говорили о том, что абсолютная Барселона, лучшая Барселона, даже лучше, чем Дрим Тим начала 90-х. Это Барса, которая выиграла все в первый сезон Гвардиолы. Вообще вся вот эта лучшая Барса, которая только вот бывала. То есть ты думаешь, он возвращается, условно говоря, к тому моменту себя и пытает себя того победить? Да, потому что нормальные люди, нормальные. Творческие люди, они всегда хотят быть лучше, чем ты сам, только там некоторое время назад. Если ты вдруг становишься тем же самым человеком, которым был в 2013 году, значит, что-то идет не так. Значит, ты же заморить. Я это глобально не думаю, на самом деле. Я думаю, что он конкурирует просто-напросто с Клопом. И это сейчас самая, наверное, напряженная борьба о всем мировом футболе. Слушай, ну посмотри, как он себя ведет. У меня такое ощущение, что он всегда всем недоволен. Вряд ли он думает, вот я сейчас поругаю, ну, например, Кайла Уокера или там Йоса Акимиха. Не потому, что у него в этот момент конкуренция с Клопом. Потому что он хочет довести до абсолюта собственную мысль. Вспомни. А какая у него собственная мысль? Мне кажется, у него собственная мысль – это развивать игроков. Он, например, говорил, что он хочет поскорее закончить тренерскую карьеру и потом тренировать детишек. То есть у него это чуть ли не эталон, чуть ли не то, к чему он стрельниться. После того, как запишет свое имя в историю окончательно. Оно и так будет там, но вопрос еще, насколько великим и на каком месте. Поэтому, мне кажется, его главная цель, и это в том числе проявляется в этих лекциях и Стернингу, и Кимиху, и Уокеру, в том, что он хочет просто развивать игроков, развивать свою команду, развивать свою идею. Да, но вряд ли его мотивирует к этому конкуренция с Юргеном Клопом. Мне кажется, это просто такая жизнь. Смотри, но мы сейчас, уже сейчас, 12 лет у карьеры Гвардиоли, там три команды у него всего было, мы уже сейчас можем говорить о том, что он претендует как минимум на место в пантеоне великих тренеров. Да, абсолютно. В первой десятке, в худшем случае в двадцатке. Клоп или кто-то еще из действующих тренеров может на это претендовать? На первую десятку тренеров за всю историю? Но Гвардиол очевидно может. Клоп абсолютно точно может. Точно может. Клоп, Гвардиола, Мауриньо, я не знаю, Гончелотти. Мне кажется, что Гвардиола и Клоп — это люди, которые сделали революцию своего масштаба в футболе. Гвардиола вообще повлиял на весь мировой футбол, Клоп как минимум на немецкий. И сейчас, мне кажется, начинает влиять на мировой, потому что то, что он делает, его основная фишка, наверное, в том, что прессинг, во-первых, всегда безупречен и всегда начинается в самый оптимальный момент. Он называет это импульсом. Игроки этот импульс постепенно, чем дольше с ним работают, тем лучше чувствуют. И мне кажется, в этом его фишка. И мне кажется, это сейчас начинает влиять на мировой футбол примерно так, как в 2008-м, не сразу все-таки это повлияло, в 2010-м повлияло владение Гвардиолы. То есть, мне кажется, да, вот они по всем параметрам соответствуют. И выиграли, по сути, все самые важные трофеи. Ты спрашиваешь нас... По мне, это немножко люди разных времен. То есть, Клоп — уникальный, великий тренер современности. А Гвардиола — это тренер, которого можно сравнивать с кем угодно, кто был в прошлом. С Венгером, да с кем угодно. С Кроевом, с Оригасаки, с кем угодно. Но Клоп уникальный, да. Клоп велик сейчас. Я не уверен, что на него будут равняться много лет. Вот смотри, ты провел параллель с Тарантино, да? Ты говоришь, что такое быть легендой. Легендой, ты становишься легендой, когда... Классиком, да. Когда ты вот по щелчку можешь ассоциироваться с одним, там, двумя словами. Ты можешь... Вот что-то твое можно описать в одном предложении. У Гвардиола есть такое слово. В одной фирме, да, владение. Тики-така. Тики-така. Он ненавидит тики-таку. Да, но он съест ассоциироваться. А что делать? Я думаю, что человек, который работает на колбасном заводе, тоже не ест колбасу. И, может быть, даже не любит это название. Но ничего не поделаешь, он делает вкусный продукт. То же самое про Гвардиола. Он может как угодно говорить, что он не любит тики-таку, но это основа его игры. Основа игры — передача под дальнюю ногу, треугольники и так далее, и того подобное. Так это устроено было в Баварии, в Барселоне сейчас. У Клопа тоже есть такое слово, да. Гегентрессинг, да. У Квентина Тарантино кровище. Кровище от заката до рассвета. Ты, видимо, не был на последнем фильме, да? Надо правильно... Нет, я знаю, что там нет крови. Но еще иногда из фильма от заката до рассвета я взял, что нужно правильно пить тики. Вот допивать. Вот таким образом. Допивай. Вадик, ты хочешь что-то сказать? Да, да, я что-то хотел сказать, действительно, но я уже забыл. Моя мысль была свежая. Еще один момент про Гвардиолу. Это его четвертый сезон в Манчестер-Сити. Два чемпионства подряд. Огромное количество очков. И больше четырех лет он нигде не работал в предыдущих местах. Вы представляете его... Ну вот условно, если взять его как персонажа, не как живого человека, а как персонажа. Мы все равно смотрим на футбол в некотором смысле, как на некое массовое искусство. Особенно на Премьер-лигу, да? Потому что это продукт массовой культуры уже сейчас. Как Эль-Классика стала при том же Гвардиоле и Жозе Маурини, когда они там соперничали и все. Это попкорн, все дела. Так вот. Давайте просто спрогнозируем, предположим, какое идеальное развитие карьеры дальнейшей Гвардиолы. Какая вот сюжетная арка должна быть у Пепа, чтобы он добился максимального величия, насколько это возможно. Но если мы не берем сейчас вот его идеальный сценарий, когда он хочет тренировать детей. Но он вернулся в Барселону. Мне кажется, у него запланирована еще одна поиска в Италию. Непонятно, в какой клуб. Интересно было бы, чтобы это был не Ювентус. Ну, тогда он сможет, либо не сможет заткнуть этот самый аргумент, что Гвардиола всегда работал в самой богатой... Рома или Бреша, где он играл, да? Да, Рома или Бреша подойдут, чтобы заткнуть. Ну, это было бы красиво, согласитесь? Ведь он же был большим игроком. Да, не красава у Гвардиола такой план. Да, да, он был большим игроком. Если говорить о деньгах, он уже все, что можно, заработал. Он все, что можно, потренировал, перетренировал. И вот представь себе, что вот это большой вызов для тренера, который выиграл все со всеми клубами, например. И ты вот, он же игроком тоже был, который выиграл почти все. Вот он перешел в Рому, потом в Брешу. Вот то же самое для тренера. Могу ли я, окей, великие клубы, я добивался с ними успеха, окей. А вот смогу ли я взять команду, которая мало что выигрывала, которая там, какие-то беды какие-нибудь бесконечные, и вот я с ней разберусь так же, как с другими клубами. Мне кажется, что вот Рома в данный момент идеальна для того, чтобы превратить ее в команду при помощи Гвардиола совершенно нового уровня. Почему я, вот мне кажется, что Рома? Я приведу пример. В 88-м году, когда Кройф пришел в Барселону, Барса была чем-то вроде Ромы. Она ничего не выигрывала. Это был бренд, там играли довольно известные футболисты. Она там со времен самого Кройфа не выигрывала чемпионат Испании. Там играли великие игроки вроде там Марадоны за это время, там еще какие-то, но они ничего не могли поделать с неразберихой, внутриклубной разберихой, которая мог как-то привести в порядок только большой менеджер. И Кройф был менеджером. Он не только был футболистом хорошим или тренером, он был шикарным менеджером. Это потом, кстати, его посттренерская карьера, когда он был там почетным президентом, в совете директоров был в Аяксе, тому подтверждение. И вот мне кажется, что точно так же мыслит и Гвардиола. Он системный тренер, он менеджер. И я думаю, что с Ромой, например, он мог бы сделать нечто подобное. И вот тогда его величие будет в полной мере объяснено разными клубами, разными условиями и разными факторами работы. Я даже знаю, что будет после этого. Рома развалится в чертовой мать и снова станет... Мне кажется, Рома, может быть, не выиграет все, но что-то выиграет с Гвардиолой. После этого будет либо сборная Испании, либо сборная... Или сборная Катара. Нет, я собирался назвать Бразилию и Аргентину, потому что там были слухи и про эту, и про другую сборную. Мне кажется, что-нибудь такое он возьмет, если не Испанию. Ну и в конце может быть возвращение в Барселону. Хотя это очень сильно зависит от руководства. Мы, например, начали с того, что он долго нигде не задерживается. Но я думаю, если бы Лапорто остался в Барселоне в свое время, Гвардиолу там дольше проработал бы. Мне кажется, два фактора было. То, что Мауринио превратил гонку в что-то нефутбольное, неспортивное. Второй фактор – это то, что он устал от внутренних конфликтов после смены президента в Барселоне. В криминальное чтиво превратил эту гонку. Вот как раз и место пожаловало. Это все вам, Рома. Я пойму. Вот как раз-таки про уход Беба из Барселоны. А не было такого, что он ушел еще и по причине условного Месси? Да, это может быть провокационная какая-то мысль. Но то, что Месси не мог выполнять всех идеальных условий, которые требовались Барселоне, условно говоря, так же прессинговать, как он того хотел. Нет, я не думаю, что такая причина была, потому что тогда Месси мог. То есть в своей интерпретации он все-таки мог прессинговать. Так, как Гвардиола от него просил. Гвардиола рассказывал, кстати, он это рассказывал интересно в личной беседе на какой-то конференции Симеоне. Кому-кому Симеоне? То, что он Месси переставил в центр, именно потому, что там нужно меньше прессинговать. В том числе, не только для этого, там роль ложной девятки Месси дал, но в целом, в том числе, для того, чтобы замаскировать его оборонительные недостатки. Поэтому, я думаю, Месси на том этапе еще мог прессинговать, как нужно Гвардиоле. Но сейчас, если он вернется, это же будет совсем другой Месси. Или сейчас ему нужно возвращаться, когда Месси уже уйдет? Сейчас он не вернется. Прямо сейчас он не вернется. То есть в ближайшие несколько лет, я думаю, он будет работать в Манчестер-Сити. То есть это проект, ну не знаю. Мне кажется, он даже останется, если подтвердится это страшное наказание, которое вроде как готовят для Манчестер-Сити. Вылет из Еврокубка, да? Исключение именно. Ну то есть из этих финансовых дел. Ну, я думаю, он все равно останется. Это просто почти идеальный по условиям для него проект. И там действительно работают с ним Бегиристайн, Сориано, люди из Барселоны. Вот мы обговорили условно два сценария развития карьеры Пепа в ближайшее будущее. Это уход в чемпионат Алии, в котором он еще не работал, или возвращение в Барсу, ну в отдаленной перспективе. Третий сценарий, который я себе представляю, он остается в Манчестер-Сити. Работает там, условно говоря, к минимуму лет 10. Ну, всего, да? То есть еще лет 6. Он говорил, что не способен так долго работать. Во-первых, способен ли он на такое? Я тоже не знаю. Ну, это же вот любая, любая... Это же тоже очень крутая история в плане там вечности, да? То есть человек сделает из клуба, то есть до него клуб был, ну да, богат, все дела, но мы сами как раз понимаем, да, что это вторая команда Манчестера. Он из нее делает не то, что равную, а первую команду Манчестера. Ну, 10 лет много просто, это неинтересно. И уже может претендовать на то, что на место среди лучших тренеров премьер-лиги, там, Фергюсона... Вот смотри, вот Юрген Клоп, например, раз мы сравниваем, вот его творческий потенциал оказался длиной примерно в 6 лет, потому что на седьмой год работы с Дортмундом команда чуть не вылетела во вторую Бундеслигу. И я думаю, что это любой, любой творческий человек понимает, что есть определенный интерес к какому-то проекту или к какому-то делу, вот и все. И мне кажется, что гвардиолог, как человек, который любит смену условий, смену философии своей, там, или каких... Вот нужно находиться в постоянном движении, находясь на одном и том же месте, ему будет скучно. Тем более, что он испанец, ему нужно быть все время... Ну, да, ладно, каталонец. Ему нужно быть все время в движении. Он сам про себя говорит, я мальчик в... Как там, в испадрильях, да? Я мальчишка с каталонских улиц в испадрильях. Так он говорил, и я не знаю, что это значит, но, наверное, это говорит о том, что для него очень важно ощущать себя свободным. Если он будет постоянно привязан к одному клубу, это... То есть, высокая вероятность, что этот сезон Пепа в Англии последний. Если он выиграет Кубок Чемпионов, да? Я думаю, нет. Я думаю, никак не зависит. И гвардиолог, кстати, недавно сказал, что для него важнее стабильность в чемпионате. Он постоянно это повторяет? Да, он это повторяет. Мне кажется, он в это искренне верит. И, в принципе, это просто-напросто логично. Лига Чемпионов — турнир, где по-любому будут решать случайность. Да, глупости, Вадик, ты что? Это же люди, это же спортсмены. Ты только что, теорию вероятностей назвал глупостью. Ты не со мной споришь, ты споришь с Бесковым. Я просто к тому, что люди, спортсмены, то есть те, которые приходят, они же приходят в профессию, в любую, совершенно определенной задачей. Я хочу выиграть. Он одержим победами, но я вот согласен здесь с Пепом и с Вадиком, что он одержим не титулами, а одержим победами в каждом конкретном матче. Но это победа. Ты проигрываешь Кубок Чемпионов каждый раз примерно одинаково. Каждый раз ты потратил миллиард долларов, миллиард евро за время работы в Баварии и в Манчестер-Сити и не выиграл Кубок Чемпионов даже. То есть у тебя такая позиция, что Кубок Чемпионов — это прямо его голубая мечта? Ну не голубая мечта, но это показатель работы. Это показатель того, что я на правильном пути. А два чемпионства с Сити подряд вот с такими показателями. Пилигрини тоже выигрывал чемпионство с Сити. Вот в таком стиле, вот так побеждая Ливерпуль, вот так доминируя в предыдущий сезон. Слушай, ну какая разница? Это не показатель? Нет, нет, это показатель, это хорошая работа. И даже больше, нет? Ну я в принципе согласен, что турнир, где есть дистанция, он лучше показывает класс команды. Для Гвардиолы важнее не трофея, а чтобы команда достигла максимального класса. Как правило, из этого следует, если команда прямо суперхороша, она выиграет одну или две Лиги чемпионов. Например, то же самое можно сказать про Барселону. То есть она выиграла две Лиги чемпионов, но если посмотреть, насколько сильна Барселона в то время была, мне кажется, она была сильнее, чем Реал, который выиграл три Лиги чемпионов подряд. То есть мы можем даже Барселоне предъявить то, что они не полностью себя реализовали в Лиге чемпионов, что могли взять три или четыре за тот период. А вот Бавария, Пеппа и вот сегодняшний Сити, если они не выиграют либо чемпионов, ну Бавария уже не выиграла, и эти команды Пеппа, они великие? Ну Сити, очевидно, да. А вот Бавария... Должен быть показатель величия, какая-то условная грамота, которая потом будет висеть на стене. Ну смотри, показатель величия. Пепп самый титулованный тренер в истории Барселоны, Пепп самый титулованный тренер в истории Манчестер-Сити. Ну с Баварией он не мог претендовать за такой короткий отрезок. Но с этими командами он достиг. В каждом чемпионате у него самая продолжительная победная серия. Да, что в Германии. Темп набора очков у него тоже лучший в истории английской премьер-лиги и в истории бундеслиги. Ну так что есть, в принципе, эти показатели, которые сделают его в итоге великим, но просто такое свойство человеческого восприятия, то что должно проекти время, чтобы его Баварию признали великой. Просто Пепп не признает ту Баварию великой, никогда не признает, потому что она ничего не выиграла, кроме бундеслиги. Я вот думаю, что именно в этом как бы и суть Гвардиолы. Я хочу выигрывать, пока не достигну абсолюта. То есть да, я в чемпионате Англии настолько великая команда, что она даже обыгрывает Ливерпуль, который набирает чемпионское количество очков. Это прекрасный показатель. Это великий показатель. Ну это великий показатель в одной отдельно взятой стране. В истории, да, Сити крутой. Но для того, чтобы стать предметом научных исследований, нужно выиграть трофей, большой трофей. Баварию Гвардиолы никто не будет изучать, потому что она крутая. Ее изучали, что называется... Так вот, отец. Челси Диматео будут изучать? Нет, конечно. Нет, конечно. Я вам объясню, это разные вещи. Это просто... Это был выигранный один турнир без, скажем так, философии. Операцию Арго будут изучать? Без системной работы. Операцию Арго будут изучать. Извини меня. Там был Кубок Чемпионов. Там люди улетели из Ирана. Нет, смотри, вот... Помнишь как? Немного кольцую наш разговор. У Квентина нет ни одного Оскара за лучший фильм или лучшую режиссуру. Есть два за сценарий, но вот главных... Есть. И при этом... И при этом его фильм будут изучать. И при этом никто не ставит под сомнение в том, что он... Он крут. Да, а вот... Ну, блин. Не это показывает. А показывает процесс. Естественно. Но здесь есть... Я еще раз говорю. Это спорт. И поэтому здесь... Ну да, может быть, не совсем корректный. Это спорт, где ты приходишь куда-то, чтобы выиграть. И пока ты не выиграешь турнир, который вот здесь у тебя сидит, и ты работаешь, 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 потом тебе вдруг в четверть финале попадается Ливерпуль, и ты сливаешь ему просто по полной программе оба матча в позапрошлом сезоне. В этом ты идешь, идешь, идешь. Проходишь, практически проходишь Тоттенхэм, но нет. Снова это вот одно и то же, одно и то же. Где-то вот этой микроскопической штуки не хватает. И ты понимаешь, что ты где-то не дорабатываешь, а где-где найти не можешь. В этом и есть перфекционист Гвардиолы. Ему нужен... Я думаю, может быть, Вадик прав, я согласен, что может быть все что угодно. Но для меня, как спортсмена, для человека, который работает над командой, чтобы сделать ее лучше, меня бы до конца жизни это преследовало. Я сделал абсолютно крутую команду и просчитался на какой-то миллиметр, который так и не смог найти, и команда не выиграла Кубок Чемпиона. Хотя, безусловно, это очень крутая команда. Этот Сити лучше Баварии Гвардиола во многом раз. Хорошо, смотри, а если Гвардиола внезапно преобразится и начнет играть, как Диматео в тот сезон, и каким-то чудом выиграет Лигу Чемпионов так, это будет, ну вот, в твою парадигму это впишется? Отвечает Роман Навучев, и мы двигаемся дальше. Я подумаю, на секунду, но раз я жую, это привлечет внимание. Мне кажется, что да, потому что тогда у него будет план Б. План Б, сыграть как дерьмо? Это даже план С и Д, я не скажу, что Челс играл как дерьмо. Я скажу. Ладно. Ну, абсолютно как дерьмо, но и от Барселоны должны были получить 4 или 5, и от Баварии. Это означает сыграть как дерьмо. Хорошо, что мешало Месси забить пенальти Чеху в той игре? Ничего, он ударил в перекладину, а потом вся команда развалилась и пропустила 2 гола. Команда создала достаточно моментов, чтобы... И не выиграла, и кому это надо? Самое главное футбольное правило – забить больше соперника. Гвардиола его... Хорошо, ты тренер, что ты можешь делать, чтобы забить больше соперника? Дать установку, ребята, забить больше соперника. Так я и говорю, что Сити не хватает... Или, может быть, надо сделать так, чтобы у команды было просто больше моментов, чем у соперника? Сити не хватает вот-вот такого, чтобы выиграть. Вот чуть-чуть совсем. Это абсолютная команда. Это одна из лучших команд вообще, что я видел в жизни. А я футбол смотрю с 7 лет. 6. Подожди. То есть уже... Ну, то есть, по-моему, сам себя подбавил. Это одна из лучших команд, что ты видел в жизни, но ее не будет изучать, ее не будет вспоминать. Нет, нет. Я говорю, что... Нет, но это одна из лучших команд, но ты сам же ее оцениваешь по трофеям. Я, естественно... Я имею в виду, что для того, чтобы команда была... Вспомните, мы говорим, о, круто было. Это была... Мы называем команды Dream Team, да, или лучшими командами. Команды, которые еще с трофеями, кроме игры. Потому что мы не можем назвать одной из лучших команд мира сборную Голландии 74-го, там, например, или даже 78-го года, потому что она не выиграла. Она в 76-м году провалила игру с чехами. В 74-м году проиграла в финал, самый главный матч проиграла. Ну что за бред? Сколько вспоминают Аргентину и Германию, в которой мы не проигрывали в финалах, и сколько вспоминают Голландию? Ну, в 10 раз больше вспоминают Голландию. Ан, давай, давай. Но мне... Я еще раз говорю, это мое мнение. Я считаю, что трофей должен быть, и он будет. Я не считаю, что просто... Просто нужно... Ну, в конце концов... Я согласен, что он будет влиять на восприятие. Вот. Но я не согласен, что Гвардиола об этом думает. Он просто по-другому мысит. Я думаю, что будет. В конце концов, и... Вадим Лукомский так не думает. А Гвардиола думает. Он спортсмен. Он человек, который выходил на поле капитаном Барселоны. И не думал, что бы выиграть. Серьезно, про мальчика рассказывал, значит, пожел. В конце концов, и Ди Каприо получил Оскар не за лучшую свою работу далеко. Так что, в принципе, классики могут, наверное, поступать, как они хотят. Блин, если бы Сити выиграл трофей, это была бы абсолютно лучшая команда вообще. Эвер. Стамбул, конечно же, крут своей историей. Колоритом. Но изъян Стамбула в том, что здесь нет пабов Джон Дон. А этих пабов в Москве аж целых пять штук. И в каждом вы можете посмотреть прямые трансляции английского футбола. Например, в эту субботу на Моросейке 15 коллега Александр Ниценко прокомментирует для вас игру Манчестер Сити и Тоттенхэма. Заказывайте столик по телефону, который мы оставляем в описании. И не забывайте, что придется сделать депозит на стол тысячу рублей. Заглядывайте к нам в Джон Дон, и там всегда весело и круто. К актуальному переходим. К тому, что было в эти выходные в Англии на поле непосредственно. Манчестер, Юнайтед и Челси. Две команды из топ-6 играли друг с другом. Что это было? Непонятно, что, если честно. В плане футбола. Мне кажется, две очень плохие для топового статуса команды и очень нелогичный результат. Нелогичный? То есть Челси не заслуживал такого поражения, а Юнайтед не заслуживал такой победы. А есть фиолетовый прямоугольник у нас в студии? А то я бы показал, что я видел вместо матча Манчестер-Юнайтед от Челси. Это варежеский матч Ферентины? Нет, я видел фиолетовый прямоугольник. А, я понял, я понял. Но я потом посмотрел, правда, не очень легальным способом, но пришлось. Это абсолютно тарантиновский жест, кстати. Ну, не только его. Вот, и мне кажется, что это вообще было непонятно. Я вот с Вадиком сейчас соглашусь, несмотря на то, что мы не сошлись во мнении, кто такой Гвардиола и что ему там надо. Но на самом деле это реально было. Я очень давно не видел матча, в котором одна команда целый час превосходила другую, а потом проиграла 0-4. Проиграла по собственной глупости, как мне кажется. То есть вместо того, чтобы ввести игру в том же ключе, они думали, что как будто бы Челси проигрывал 0-1. И когда вдруг понял после 60-й минуты, что нужно идти вперед и отыгрываться, раскрылся совсем не так, ну, как вот нужно при счете 0-0. Доведи игру до конца, вы забьете 1 и выиграете 1-0. Вместо этого куча ошибок на своей половине поля 0-4. Что составом учился? То есть выходит Абрахам, выходит Маунт. Да, они хороши были в притезонке. Да, там Канте не совсем готов физически, он был травмирован. Но в целом же учился нормальный состав, даже несмотря на то, что ушел главный игрок, ушел Азар, но на каждую позицию есть 2-3 человека. Мне кажется, как раз-таки две звезды основные, которые остались в запасе, Пулешич и Канте, это очень сильно отразилось на игре. То есть если учился за что-то и ругать, у них был контроль, у них были моменты, у них были атаки через планги, но у них не было хорошего контрпрессинга. За это отвечает в том числе Канте. Точнее Канте может замаскировать нехватку этого механизма, отвечает по идее Лэмпорд. Но пока из него рано требовать, он слишком мало работает. А Пулешич — это человек, который может, по крайней мере на фоне нынешних игроков Челси, на фоне Маунта и Баркли, добавить креативности. В том числе даже если его выпустить не с фланга, а прям под нападающим в опорную зону соперника. Вот этого дико не хватало Челси. Ну, в принципе, это был не самый худший матч для первого матча Лэмпорда, еще на Улд Траффорд. Одна из этих звезд, Нголо Канте, она была, ну, немножко непрекаянной при Саре и в конструкциях Лэмпорда. Вы понимаете, ну, понятно, сейчас у нас недостаточная выборка, да, из матчей. Ну, сейчас непонятно. Но что хочет Лэмпорт и насколько необходим ему Канте, вот идеальный Канте, который был там в Лестере? Смотри, ну, круто же, что Челси тренирует опорный полузащитник, да, или там центральный полузащитник. Центральный полузащитник, не буду говорить опорный, это не совсем верно. Вратарии, да, тоже. Не совсем верно, не совсем верно, да. Но Лэмпорт прекрасно знает, как, он же трудяга, да, он прекрасно знает, как выполнять функции оборонительного полузащитника и атакующего. У него и то, и то в карьере было. И поэтому он точно знает, как использовать Канте. Я даже думаю, что он может ничего ему не говорить. Ему нужен такой другой. Я думаю, он будет основным и ключевым игроком. Но он же просто травмирован, насколько я понимаю. Да, он был, да. Делал его повреждения. Да, я думаю, он будет основным. Лэмпорт сказал, что нашел для него более подходящую роль. Вратарь. Вратарь, да. Нет, если в системе координат у Сари Канте не вписывался, потому что основным игроком был Жоржини. То есть Жоржини был разыгрывающим опорником, схема 4-3-3, то у Лэмпорда схема уже 4-2-3-1. То есть двойка, Канте очень любит играть в двойке. Именно поэтому он говорит, что у Канте будет оптимальная роль. Следовательно, адаптироваться уже придется не Канте, как при Сари, а наоборот Жоржини, который с ним в паре будет играть. Еще одна мысль, но уже про другую команду, про Манчестер Юнайтед и Харри Магуайра. Он дебютирует и очевидно, что он будет основным игроком у Сульшера и Манчестер Юнайтед. И для меня здесь очевидная параллель с тем, что было в Ливерпуле полтора года назад и Ван Дейком. И тогда мы, как Роза Сибитова, искали пару Ван Дейку. Типа, кто идеально подходит вот этому защитнику. И что показало время? Жаль Матип. Подожди. Нет, время показало, мне кажется, совсем другое. Время показало, что первые полгода, когда он пришел зимой, да, Ван Дейк Ливерпуль, был Ловрен идеально. Потом начинал сезон Ловрен после Чпатамира, был травмирован. Начинал сезон Джо Гоми с ним и тоже вроде более-менее подходили. По весне Матип идеальный человек. А может быть и не стоит вот сегодня искать идеальную пару Магуайру тому же и смотреть просто, кто в более лучшей форме находится, а не лучше подходит Магуайру. Или я ошибаюсь? Магуайр произвел такое самостоятельное впечатление. Нет, но ему же все равно кто-то нужен. Не будет один играть. Нет, безусловно, но просто он произвел такое впечатление. Это важно, кто будет или не важно? Вот видишь, я не знаю, Денис, дело в том, что он произвел настолько целостное впечатление. Я вот сам в афише, недавно мы тут как раз обсуждали трансферы, и Магуайр за 80 миллионов, серьезно, или там сколько, даже больше. Вот, серьезно, там, Япстам, Рио Фердинанд, Внимание Видич и так далее, и вдруг Магуайр, который только там перешел. Ты не достаниваешь Магуайра, мне кажется, но... Вот, я еще раз говорю, у меня было, видимо, я видел самые неважнецкие его игры, но это хороший защитник, но это хороший защитник, да? И вот в игре против Челси он показал себя очень хорошей самостоятельной фигурой. То есть, там, он мяч там выбивал сколько раз из штрафной площади. Но он не просто выбивал, он давал своему. Перехваты. Это называется паса. Я имею в виду, что там была прям вот такая рабоче-крестьянская оборонительная работа, да? Когда ты должен обезопасить штрафную площадь, у него это получалось регулярно, при том, что Челси наседал. И это было приятным сюрпризом. Не знаю, кто должен впаривать. По поводу партнера Магуайра, мне кажется, Сулшир немножко по-другому рассуждает. Он хочет сделать семью более атакующим, в том числе за счет игроков, за счет того, чтобы играть в короткий пас от обороны, продвигать мяч за счет защитников. И мне кажется, тут выбор очевиден. Линделев не просто так вышел в первом матче вместе с Магуайром. Это пара, где два защитника, их можно назвать пасующими. И это, мне кажется, очень важно для Сулширра. А вот я бы не переоценивал все-таки этот первый матч Магуайра. Я согласен, что он был, наверное, одним из лучших в этом матче и просто шикарно отыграл. Но Манчестер Юнайтед почти всю игру играл глубоко. То есть оборонялся как середняк, скажем честно. И это намного удобнее Магуайру. Он очень медленный, и мы не посмотрели на его слабые стороны. Как команда будет маскировать его слабые стороны, как будет маскировать его нехватку скорости. И у меня тут очень большие опасения. По-прежнему этот матч ничего в этом плане не поменял. Есть более быстрые соперники, которые могут ему противодействовать, чем Челси в этой игре? Ну, возможно, да. Если посмотреть на эту игру через призму тренеров, через призму Сульшера и Лэмпорда. Это команда из первой шестерки, из топ-6. То есть насколько Сульшер и Лэмпорт соответствуют этому уровню? Даже не так, а входит ли Лэмпорт, проще, гораздо прямее вопрос, входит ли Лэмпорт и Сульшер в топ-6 тренеров премьер-лиги? Вот для меня нет. Для меня это совсем не очевидно. Для меня тоже не очевидно, но мне кажется, топ-тренер… Для меня очевидно, что они не входят вот так. Да, согласен. Но топ-тренер – это понятие, на самом деле, растяжимое. То есть когда ты назначаешь топ-тренера, ты максимально обезопасишь свою команду от какого-то провала. Когда ты назначаешь кого-то вроде Сульшера и Лэмпорда, то эти гарантии понижаются. Но они все равно могут добиться успеха. То есть тренер просто хороший тренер в подходящей для себя команде вполне может добиться успеха. Но, конечно, когда топ-тренер просто дает больше гарантий. То есть я не считаю, что они обязательно провалятся. Но для меня они, конечно, пока… Тем, что они показали до назначения в МВЧ, они не заслужили просто-напросто эту работу и по другим причинам ее получили. Но они, смотри, они зато… По услуге. Они зато довольно достаточно харизматичные. Авторитетные. Авторитетные для и нынешних футболистов люди. И второе, их работа в предыдущих клубах была достаточно любопытной. Что у Лэмпорда в дерби, там пускай даже чуть-чуть не хватило, чтобы выйти. Что у Сульшера даже более явная работа в Мельде, где он… И в Кардифе особенно. В Кардифе мало у кого получилось. А давайте просто прикинем, кто из тренеров английской премьер-лиги, из тех, кто не работает в Юнайтед и Челси, лучше тех тренеров, которые работают в Юнайтед и Челси, лучше, чем Сульшер и Лэмпорт. Все. Лучше, опять же, все. Ну, одного хоть назови. Ну, даже тот же Грэм Поттер, который вот там… Грэм Поттер. Да, пришел в команду шведской деревни и вывел ее в плей-офф Лиги Европы. Может ли Сульшер и Лэмпорт похвастаться чем-то аналогичным? Мне кажется, на самом деле нет. То есть у каждого можно вспомнить достижения лучшие. Если мы берем чисто тренерское мастерство, какое у них лучшее достижение в карьере, то все превосходят Лэмпорда и Сульшера. Но это не значит, что вот поставив Грэм Поттера вместо, грубо говоря, Сульшера в Манчестере Юнайтед, что он бы был готов к этой работе. Сульшер в силу своего прошлого, наверное, лучше к ней готов. Но именно вот чисто по идейности, мне кажется, всем уступают. Не знаю, я пока не пойму, что такое Сульшер и Лэмпорт как тренеры. Вот в этом и вопрос, собственно. И поэтому я думаю, что пока их реально превосходят все. А если говорить о том, кто работает прям лучше и так далее, то можно там уже выбирать просто на свой вкус. Мне вот, видишь, Шон Дайч нравится из Бёрнли. Теперь вижу. Кстати, ты знал, что Шон Дайч ест червей? Приятного аппетита. Это неудивительно, потому что Шон Дайч приходил в Ноттингем Форест к Брайану Клаффу. Возможно, это было одно из условий попадания в основной состав. Через несколько лет после того, как появились эти суфи, он все-таки сказал, что не ест червей. Он так пошутил. Просто все его тролли, потому что у него голос такой, как будто он действительно ест червей. А какой голос у людей, которые едят червей? Причем непосредственно, причем в момент разговора, он ест червей. Это стейк, если что. Возможно, Челси в этом сезоне сделал ставку на Еврокубки и, в частности, на Суперкубок Европы. А все остальные турниры, ну так. Ставка на Суперкубок Европы. Ставка на Суперкубок Европы, да. В Суперкубке Европы Челси играет с Ливерпулем. И это уникальный был сезон с точки зрения участия английских команд в Еврокубках. И это был еще уникальный сезон с точки зрения участия больших игроков из английских команд. Вот 13-месячный сезон тот же самый, да, о котором говорит Клоп. О чем говорит Гвардиола? Риат Морес еще не закончил тот сезон, а мы начинаем уже новый. Насколько вот эта проблема может стать ключевой в наступающем европейском сезоне для английских команд? Потому что огромное количество людей играли в финале Еврокубков обоих, играли на Кубке Африки, на Кубке Америки, даже кто-то на Золотом Кубке Конкакаф, прости господи. Даже в Лиге наций. И так далее, и так далее, и так далее. То есть это ограничивает людей и команды? Или это ни на что не влияет с уровнем современной медицины, подготовки и так далее? По мне это огромное ограничение. Ну я бы согласился полностью с Клопом, особенно после, по-моему, после Суперкубка Англии у него была пресс-конференция. Он прям по фактам все еще раз разложил, там говорил минут 6 или 7 только про это. Но, что мне нравится в Юргене Клопе, то есть он, да, говорит про все эти процессы, но при этом пытается придумать что-то оригинальное. Например, недавно всплыла история про то, как он приглашал серфера на тренировку Ливерпуля. Все игроки работали в бассейне, он учил их задерживать дыхание. То есть сначала у них получалось меньше минуты, потом, когда тренировка получасовая закончилась, первая, уже по 3 минуты игроки могли не дышать под водой. То есть это тоже добавляет и психологической уверенности, то есть ты себя преодолеваешь. И просто выносливости. Так что мне кажется, что сочетание этих методик, то есть что-нибудь новое, современное придумать и все равно бороться с этим, бороться. Потому что это проблема и, по-моему, тут не может быть никаких плюсов, кроме того, что все хотят заработать на футболе. Но чтобы игроки предоставляли нам зрелище, нужно о них заботиться тоже. Ну, видишь, эта проблема была всегда. Она появилась еще в конце 90-х, когда футбол превратился в действительно такое шоу, на котором можно заработать большие деньги. И когда футболисты проводят по 60 матчей за сезон. Мне кажется, меньше было тогда матчей, во-первых. И во-вторых, примерно в 90-х... Нет, нет, как раз, смотри, помнишь, было несколько сезонов, когда было два групповых этапа в Лиге Чемпионов. Они проводили примерно столько же, еще плюс внутренние кубки, плюс матчи сборные и так далее. Там, я помню, что Рауль давал интервью. Сказал, что это, несмотря на то, что мы получаем большие деньги, это просто изнасилование человеческого организма. Не может человек столько играть. Мы играем практически без выходных. Разделите 70... Я провел в этом сезоне 68 матчей. Разделите это на 365. Посмотрите, сколько у меня было выходных. А сейчас еще интенсивность выросла. Да, и плюс выросла интенсивность. Я не знаю, что с этим можно сделать, но выбирать в любом случае придется. Либо больше денег, либо меньше команд, меньше денег. Слушай, вы говорите о некой гуманистической стороне, что ли, вопроса. О том, насколько человеческий организм может выдержать. Как это изменить с точки зрения... А это же влияет на то, о чем ты говорил. Это потом влияет. Это влияет потом на содержание сезона. Это, естественно... Просто, просто... Нет, смотри, а с точки зрения... Нельзя выдать два сезона подряд, проводя 70 матчей одинаково. В какой-то момент у тебя случится провал. И надо просто еще понимать, что в 90-х, в конце 90-х, когда это началось, команды отреагировали тем, что они начали расширять свой состав. То есть стало нормой, что в команде 25 человек. До этого это было не так степично. Смотрите, знаменитые фотографии, где стоят в стенке, да, одна стиль, там, сидят в запасе. Рауль, Бекхэм, Фигу, Зидан. Вот они сидят, Рональдо, Оуэн. Все, что вот мы любили в футболе 90-х, вот они сидят на скамейке запасных Реала, или на поле находятся, тоже сидят. Ведь появление Галактикос, это как раз... Что это? Вот эта история. А ответ на интенсивность футбола? Ну да. У тебя должно быть как можно больше крутых игроков. У всех стало больше скамейка, просто обойма возросла, расширилась до, грубо говоря, 25 железных человек, плюс еще молодые резервисты. Так что, мне кажется, это связано. И самое важное, сейчас не получится так ответить, куда больше расширять. То есть игроки будут некоторые совсем мало в таком случае играть, и это будет не команда. То есть Юрген Клоп тоже в этом сказал, что невозможно, с точки зрения тимбилдинга, построить команду, в которой будет, грубо говоря, три состава. Два состава, еще неравноценных, но неплохих, возможно. Три состава уже никак. А тут знаешь, мне еще другое кажется. Почему отсутствие паузы влияет негативно на команды, на развитие конкретных игроков, больших игроков, и на развитие командной игры в целом. Вот смотри, в НБА есть и очень интенсивный сезон, еще более интенсивный, чем в футболе. Но у них есть четырехмесячная пауза, за которую Леброн Джеймс успевает исправить и поставить себе средний бросок, за который Буденхольцер приходит и меняет абсолютно игру команды Милуоки и делает ее претенд на чемпионство. Что может сделать Клоп за 2-3 недели, в которой у него есть все футболисты, и плюс они, опять же, физически не в лучшем состоянии. Он не может изменить игру так, как того хочет, он не может все свои идеи вложить в этих игроков и в свою команду, и каждый конкретный игрок из большой команды не может развить себя дополнительно как-то, потому что у него нет элементарно времени и нет сил на это. Одно дело, да, когда Дэниел Джеймс из Манчестер Юнайтед не играет в Лиге Наци, не играет в Кубке Америки, его Уэльс отдыхает, и у него есть возможность прерывать свой отпуск и развить себя дополнительно, чтобы быть конкурентоспособным. У других игроков, у Мане и у Мореза, которые уже на топ-уровне, у них нет возможности прыгнуть еще выше, хотя, возможно, потенциал у некоторых из них есть. И вот в этом, мне кажется, тоже проблема. Ну, Клоп может, потому что он гений, но вообще это проблема. Один вопрос, буквально коротко. Пять команд, ну, хорошо, четыре команды выходят в финал Еврокубка в прошлом году из Англии, и еще одна пятая английская команда побеждает всех их в чемпионате. Это уникально, такого больше никогда не повторится? Повторится. Я надеюсь, не завтра конец света просто, ну, повторится когда-нибудь. Идеальное сочетание оптимизма и нынности от Романа Нагучи. Ну, конечно, повторится рано или поздно, может быть, даже в следующем сезоне, потому что английские клубы слишком крутые. Мне кажется, это слишком уникальное сочетание обстоятельств. И Ла Лига, она доминировала сильнее, чем доминирует сейчас АПЛ, и там по коэффициентам за сезон, и можно было сказать, что испанские клубы тоже невероятно крутые. Но должно сойтись абсолютно все. Не надо забывать, что тут еще и жеребьевки удача совпали. То есть, если бы Манчестер и Тоттенхэм попали бы в одну сетку, тогда бы тяжело было бы повторить то же самое. Но, в общем, с другими соперниками тоже было тяжело повторить то же самое, потому что у Тоттенхэма, на самом деле, кроме Сити, очень легкие соперники были. Мне кажется, все должно сойтись. И в прошлый сезон сошлось все. Тут недостаточно просто быть явно круче остальных. А в английской премьер-лигии еще надо доказать, что она сейчас явно круче остальных. Они сейчас таблицей коэффициентов на втором месте всего лишь. Трансферное окно. Трансферное окно закрылось в Англии раньше, чем в остальных лигах. Это уже не первый год происходит. Во-первых, мне кажется, это очень правильно. Правильная инициатива закрывать окна до начала чемпионата, чтобы, опять же, ничего тебя не отвлекало от творчества, от работы, от ремесла. И вот такого, футбольного, не бизнес всяких идей и их развития. Кто выиграл и проиграл, по-вашему, в это трансферное окно в Англии из команд, из клубов? Я думаю, что выиграл Манчестер Юнайтед, потому что не продал Поле Погба. Они еще могут продать. Они могут продать, но в данном случае они просто никого вместо него не купят. И тогда будет, наоборот, проиграл. Зачем? Зачем эта продажа? Кому она нужна, если можно сделать через год то же самое? Вряд ли Погба станет хуже играть за год настолько, чтобы его цена упала. Он сейчас два года последних вообще не играл. Погба талантлив. Вот именно. Он последние два года вообще не играл, только за сборную Франции по-человечески. И ничего, он стоит 100 миллионов, как и раньше. А ему не хочется в Лиге Чемпионов играть? Я думаю, что ему хочется, но есть еще другое. Деньги, которые он мог бы получить впоследствии, даже, может быть, больше, в качестве бонусов. В качестве там еще чего-нибудь. Плюс Юнайтед. У него действующий контракт Юнайтед. Почему сейчас? Мне кажется, что вот одно из главных, на мой взгляд, вообще идиотских привычек футболистов в это трансферное окно является манипуляция. А смотри, мне кажется, я знаю, откуда это берется. Давид Луис. А знаешь, откуда это берется? Это все берется из Инстаграма. Смотри, просто опять же это влияние медиа. То есть у тебя есть огромная аудитория. У всех у них, это же звезды, как правило, так себя ведут. Даже Косильни. У него есть Инстаграм, в котором есть несколько миллионов подписчиков. И он просто психологически понимает, что он имеет такую поддержку от публики. И он уже, не знаю, как-то переключается у него сознание на то, что он может позволить себе все, что угодно. В том числе манипулировать тренером и клубом. И так особенно происходит с Неймаром. Вот именно, что это только во вселенной этих игроков происходит. Нет, если у Косильни сколько там миллионов подписчиков? Да я понятия не имею. Ну, пофиг. Вот смотри, вот он сейчас будет идти вон там вот по Моросейке, по улице, да? Его хоть кто-нибудь узнает? Да нет, конечно, ну какая же он звезда? Это не ва... Нет, я и говорю, что... Я и говорю, что... Я и говорю, что... А клубы все равно идут на поводу. Усади его на скамейку, ничего страшного с Косильни не случится. Помаринуется полгода. Подумаешь. Я не понимаю, почему они идут на поводу у игроков. Почему клубы идут, это другой вопрос, да. Но почему так себя игроки ведут, мне кажется, понятно. Когда клуб... Когда игрок станет важнее тренера, клубу конец, говорил Алекс Фергюсон. При мне такой фигни не было. Он бы сказал сейчас. Но игроки становятся все важнее и важнее. И это просто продиктовано трансферными правилами. Когда у клубов были механизмы влияния на игроков, чтобы даже удерживать их после сечения контракта, тогда, конечно, у игроков не было власти. Дальше было дело Бостмана. Все. С этого момента полюс сместился. Сейчас игроки, агенты, они диктуют ситуацию на рынке. И клубам нужно постоянно как-то их ублажать, переподписывать контракты. Делать так, чтобы они были счастливы. То есть, мне кажется, этот процесс уже запущен. Единственное, что хороший тренер, он просто запросто выгонит игрока, который себе что-то возомнил. И не потеряет от этого особенно. Ты тоже, Вадик, думаешь, что никто не покинет английскую премьер-лигу этим летом, потому что у них закрылось окно? Там Погба, Эриксон, кто-то еще? Мне кажется, Эриксон более запутанная ситуация. Потому что, если он захочет форсировать трансфер, мне кажется, он сможет уйти с Локтингом. У него последний год по контракту. И, в принципе, мне кажется, недостаток интереса к нему связан именно с тем, что выжидают. Просто хотят его взять бесплатно следующим летом. Что, в принципе, логично. Постепенно карточный домик Даниэля Леви, мне кажется, разрушается. Как он умудрялся удерживать футболистов на очень дешевых контрактах, очень дешевых зарплатах. Сейчас уже это и с Тоби проявляется, и с Эриксоном. И, мне кажется, просто не хотят связываться с этим страшным человеком переговорщики. Хотят дождаться, когда у этих футболистов исчет контракт. С Тоттенхом этим летом, в последний день трансферного окна, связались другие игроки. Связался Лочересу, связался Сосиньон. Очень такие горячие лоты на трансферном рынке этим летом. Они подписываются с Тоттенхом. Что это за люди и что уйти в голове? Они не боятся связываться с этим человеком, как ты его называешь, Даниэля Леви? Я говорю о клубах. Клубы не хотят связываться в переговорах. Люди хотят связываться и с Почетиной, и с Леви, и с Тоттенхомом. Потому что для них это повышение. Для Дамбеля это повышение, для Сосиньона это офигенное повышение. И для Лочереса тоже повышение. Работа с Почетиной. Ты выбираешь тренера, если у тебя есть такой вариант. Почему бы нет? Почетина прекрасный тренер, он в Эспаньоле великолепно работал. Он потом в Тоттенхеме показал себя тренером. Да, он не выигрывает трофеи. Но он, по крайней мере, тренер, при котором прогрессируют почти все футболисты, которые к нему попадают. Даже как это было в Эспаньоле. Команда там много лет была претендентом на вылет. А во время Почетины показывала один из самых симпатичных футболов. При том, что набор кадров у них был не то, что не звездным. Он был под вылет. Он возродил Коутинио. Да, они никого не покупали в прошлом году. Два трансферных окна. Сами себе трансферный бан устроили. Этим летом все совсем по-другому в Тоттенхеме. У их соседей что происходит? У лондонского Арсенала. Лондонский Арсенал был в затишье долгое время на трансферном рынке. А потом в последнюю неделю Бабах. 80 миллионов за пепе. Бабах увели у Челси. Увели, короче, учился. Неважно, кого увели. Тирни. А болельщики Арсенала не произносят? Футболистов, которые один клуб меняют на другой. Не будем говорить, кого увели. Нет, просто непонятно, его перспективы непонятны. Насколько это удачное вложение средств энергии. Ну, похожая же история была только наоборот с Эшли Колом. А, да. А это, ну, типа, куи прокол. Давай, брат. Ну, нет, там все-таки Эшли Кол выходил на свой пик, а здесь выходит на свое дно, мне кажется. Ну, так, не знаю, Давид Луисович, он прям плохой футболист. Нет, он не плохой футболист. Просто он, во-первых, травмируемый футболист, во-вторых, периодически привозящий футболист, во-вторых, и в-третьих, футболист, на которого, ну, нельзя из-за этого, из-за первых двух причин, надеяться всегда. Ты отлично все описал, и он лучший защитник Арсенала теперь. Да, и это говорит об Арсенале, а не о Давида и Луизе, не правда ли? Нет, мне кажется, Давид Луис может быть звездой, звездным защитником в хорошей системе. Получится ли по представительству система у Эмери, я не знаю. Первый сезон, мне категорически это не нравилось, но они пересекались, он хорошо знает Давида и Луиза по PSG. Мне понравилось твит футиджокс, видел, да? Пока нет. Где был состав Арсенала на новый сезон, и внизу God will help us защитники, это очень смешно. То есть они обороны, да. Да, и еще Берн Лена вратарь, вот это супер. Хотя Лена, наверное, лучше из всех защитников, если уж на то пошли. Все эти приобретения, они на что направлены с точки зрения игровой философии у Най Эмери, если... Ну, она очевидно существует. Просто ей покупается... Не очевидно. Как мне кажется, контр-атакующий Пепе. Да, контр-атакующий Пепе. И покупается Сибарья, с которому необходима комбинационная игра, необходим контроль мяча. Ну, не покупается, подписывается, да, в аренду. И так далее. Вот куда движется у Най Эмери? Меня смущает не то, что там Пепе контр-атакующий, это какой-то странный ярлык. То есть все игроки хорошие, они могут играть и на контр-атаках, и против глубоких оборон. Мне кажется, Пепе не исключение. Да, что-то лучше, что-то хуже, но нет главных недостаток. Что меня смущает, то что тяжело сейчас просто-напросто расставить всех футболистов Арсенала, Звездных. То есть Боми Янкли, Казет, Пепе уже головоломка. Как их расставить? Какая схема существует, чтобы Пепе был на правом фланге, обязательно его лучшая позиция, и чтобы двое были нападающими. Абами Янка придется на левый фланг ставить. Ну, Абами Янк неплохо играл в паре с Ливандовским, он играл с краю. Да, но потом Ливандовский ушел, и Абами Янк начал забивать в два раза больше. Да, но в данном случае командное взаимодействие, как мне кажется, важнее, чем индивидуальное количество забитых мячей. Абами Янк в качестве помощника, в качестве футболиста, который может с фланга перемещаться в середину, в Дортмунде показал себя просто идеальным. Они с Ливандовским забили почти 60 голов на двоих. Ну, хотелось бы все-таки, чтобы все максимизировали свой потенциал. Есть, конечно, еще более явный недостаток. Абами Янк, когда он оказывается на фланге, не отрабатывает. Совершенно не отрабатывает. И нужен какой-то монстр. Монстр-девый защитник, чтобы за ним почищать. Ну, Тирни. Тирни ведет в этой роли. Мне кажется, Тирни лучше. Опции, которые есть у Арсенала, то есть Монреале и Калашинеса на эту позицию. Но что он прямо сходу вырастет в такого монстра левого флана, который будет в одиночку его закрывать с точки зрения обороны, у меня большие сомнения. Так что я вижу в этом непоследовательность политики Арсенала. То есть мне нравится, что, во-первых, были проявлены амбиции. Мне нравится, что в переговорах Арсенал стал себя намного лучше проявлять. Я не могу представить, чтобы такой хитрый трансфер, как по ПиПе, был провернут 2 или 3 года назад. Не могу представить, чтобы Луиза так хладнокровно переманилищилась 2 или 3 года назад. Это радует. Но глобально, конечно, непонятно, куда Арсенал движется. А что происходит в других командах, которые не входят в топ-6 с точки зрения покупок и их перспектив за счет этих покупок? Ну вот, смотри, смотрите, например, Лестер. По мне, Лестер – это вообще одна из самых интересных команд вообще всего европейского сезона. То есть у них есть очень хороший тренер, у них есть состав. Они покупают Тилиманса, они покупают Айоса Переса. Понятна логика этих покупок, понятно, чего хочет Роджерс. И понятно, куда они будут двигаться. Они будут двигаться в сторону комбинационного футбола и так далее. У вас есть какая-то команда, за которую вы будете более пристально смотреть, если не берем первые 6 команд? У меня две команды. Это Эвертон по похожим причинам. Мне нравится, как они усилились. Я видел в них очень сильную, чуть ли не элитную прессингующую команду еще в прошлом году. А в этом году они купили и Делфа в опорную зону для того, чтобы улучшить контроль. И больше опций под нападающим. Теперь есть у Марку Силу и Вобби, например, к ним добавился. К классическим тем, кто был у него в прошлом году. И вторая команда – это Саутгемптон. Мне очень нравится Ральф Хазенхюд. Ты тоже хотел назвать? Да, хотел назвать Ральфа Хазенхюд. Ты вспоминал просто командой, и тут тебе подсказали. Нет, нет, нет. Но я просто увидел их в игре против Берни. Ну ладно, ничего. Просто в Берни было не очень хорошо, но и не так плохо, как кажется по счету. Берни практически все, что не было, забил. Уже сейчас, кстати, видно, как хорошо и как регулярно Саутгемптон прессингует. В том числе в матче против Берни. Проблема в том, что когда они вынуждают выбить соперника мяч, просто вынести вперед бездумно, защитники просто промахиваются по нему и допускают очень глупые ошибки. Это было и в Галах, и не только. Поэтому, мне кажется, постепенно это исправится. Но в целом, то, что делает Хазенхюд и в РБ Лейпциг, и в Ингольштадте, по-моему, это уникально даже в европейских масштабах. Мне очень нравилось смотреть матчи Ингольштада против Баварии и Гвардиолы, когда одна команда фанатично разыгрывает от вратаря в короткий пас, другая команда точно так же фанатично прессингует. И на самом деле это работало. Закрывали, просто закрывали Баварию у своих ворот. Таким образом, не могли они преодолеть этот прессинг. Я жду, когда Хазенхюд и нечто похожее поставят в Соут Гентоне. Да, Соут Гентон не очень сильно усилился на фоне других, не очень много потратил. Но, мне кажется, он и с худшими игроками добивался очень-очень интересной игры. Мне нравится Хазенхюд и любой его проект. Потому что, во-первых, я видел их еще в первой Бундеслиге, когда он работал с Ингольштадтом. Во-вторых, мне нравится сама история Хазенхюдля. Потому что он рассказывал, что когда ему не удалось со второй попытки вывести Унтерхахинг во вторую Бундеслигу, он понял, что, наверное, тренерское это не мое. И он говорит, все, я решил закончить, я погнал. И вернулся обратно в Австрию. Он очень любит велосипедные прогулки. Кстати, своих игроков он тоже заставляет на велосипедах ездить на тренировки, если есть такая возможность. И вот. И он говорит, я проезжал мимо одного из стадионов, а там в Австрии стадионы натыканы практически везде. И вдруг я увидел, что тренируется дортманская Барусия. Внезапно. А он думал, она никогда не тренируется, да? Нет, нет. Он просто увидел, что она где-то вот неподалеку. Он подъехал, его Юрген Клоп пригласил посмотреть тренировки. И он понял, что я, когда увидел, что происходит на тренировке в Дортмунде, я понял, что я вообще не тренировал. Я даже не работал толком. И я понял, что я просто... У меня было недостаточно образования, чтобы считаться вот по-настоящему тренером, способным хоть как-то довести команду до ума. И поэтому пришлось все делать заново. Аллен, Ингольштадт, теперь Саутгемпт. Ладно, интерхакинг, доедай свое мясо. Я к тому, что... Я поговорю с человеком, который про английский футбол. Я просто провожу параллель. Мне тоже нравится Саутгемпт. Но для меня, как и для комментатора Бундеслиги, одинаково неизвестные команды, в том числе и Арсенал. Арсенал для меня неизвестная совершенно команда. Я не считаю ее командой первой четверки. Теперь уже. Теперь уже да. Вот. И поэтому я вот с удовольствием буду за ней наблюдать, потому что вот в этом межсезоне, там на Кубке Чемпионов, например, международном, я комментировал несколько матчей, и мне дико нравится их молодежь. Очень нравится. А я смотрел несколько матчей. Ну и все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok